Здравствуйте, гости дорогие! На ближайшие несколько часов ваш лучший друг, товарищ сопровождающий экскурсовод и зовут меня Никита. Водитель нашего зовут Геннадий, номер нашего автобуса 734, едем с вами на дачу в Сталин. В занудной части начнется наше мероприятие, называется инскруктаж по технике безопасности, ну или правила поведения у автобуса. Тут все предельно просто, первая просьба не вставайте, не ходите, не пересаживайтесь во время движения автобуса до полного остановки. Равновесие на ходу держать тяжело, это раз. Вторая просьба не есть, не пить в автобусе, конечно, там за исключением водички и минералочки, если жажда вас замучила, пожалуйста, пейте. Все, что касается там коньяков, молочных коктейлей, хапиев, чаев, хачапури, чайбуриков, это пожалуйста за портом автобуса, это два. Рекомендую пристегнуться ремнями безопасности, они у вас у всех на сиденьях есть, но и в рамках года 2022 уже громкая навеса автобуса экскурсовод обязан. Вам рекомендовать одевать защитную маску, чего я делаю, обязан, рекомендую одевать защитную маску, значит, ключевое слово рекомендую. Я рекомендовать обязан, но заставлять не могу, не хочу и не буду по большому счету. Ну и последний нюанс, список пассажиров, документ важный, документ обязательный, мы организацию людей и гостей перевозим, поэтому список пассажиров обязательно должен быть. Напишите в него, пожалуйста, свои фамилии и инициалы, поставьте росписи, инструктаж по технике безопасности и обязательно. Ну а дальше уже из того, что прошу, хотя бы один номер телефона на семью на компанию оставь. Я обещаю, что названивать вам не буду, в случае, если кто-то встанет, там опаздывает, потеряется, я смогу быстро решение принимать и человека найдут. Для того, чтобы все было честно, желтая карточка прикреплена сверху планшетки, там мой номер телефона на 47 заканчивается, его сфотографируйте себе, перепишите, как вам удобно, чтобы у вас со мной связь на всякий случай была. Хотя в рамках этой экскурсии потеряться, ну, крайне, конечно же, сложно, только если специально постараться. Ну и давайте к теме все больше будем переходить, сегодня разговор, знакомство с городом все больше с точки зрения истории у нас пройдет, с точки зрения генеральной строительной страны, призывая пребывание здесь Иосиф Виссарионович. Ну и впервые к нам приехал в 1925 году болеющий, подозрительный, но по рекомендации товарища Микайна он решил посетить курорт Мацест. И первая остановка состоялась как раз-таки на территории современного санатория Сочи, где гостей мы наших сейчас собирали, тогда странности никакой, в 1925 году и в помине еще не было, в 1925 году там стояли домики национализированных пометчиков, которые здесь за рекой на Худовской стороне когда-то проживали. Ну и оттуда начались путешествия. Возили Иосифа Виссарионовича как раз-таки на Мацест, как я говорил, по рекомендации товарища Микоян. Возили не по этому мосту, по которому мы сейчас с вами проезжаем, этот по проекту архитектора Желтовского построили в 1936 году. Изначально старенький совсем мостик, старый мостик совсем был, в 20-е годы построенный, но даже однажды ДТП произошло с участием машин, в которой ехал Иосиф Виссарионович как раз-таки, и к живой повозке телеги. Ну что-то на этом мосту ни разошлись, телеги, автомобиль, который ехал Иосиф Виссарионовича, авария случилась, но после того, как врачей всех прожили здоровью водой, там ни вождя ничего не угрожало, дал распоряжение водителей не наказывать, там ни одного, ни второго, собственно говоря. На этом история и закончилась. Ну а в 1925 году впервые приехал, по сторонам посмотрел. Мацеста благотворно на здоровье Иосиф Виссарионовича сказалось. И всего спустя 5 лет город Сочи уже объявили генеральной стройкой страны. Вот кому интересно, вторая по стоимости генстройка на первом месте Дне прогресс, на втором месте оказался город Сочи. Потратили в 30-е полтора миллиарда рублей в думы. Что такое полтора? Сейчас на деньги бежат, да? Но в 30-е годы не представить, сколько это было в полтора миллиарда. В рамках генстройки начали строить дорогу, которая быстро проходила через весь центральный район города Сочи, по которой можно было быстро добираться, в том числе и до Мацеста. Ну и от самого парка Ривери, как раз таки, до поворота на Мацеста. До поворота на Мацесту и продвинулся проспект имени товарища Сталина. Сейчас эта дорога называется курортный проспект. Мы с вами едем. Вот этот подъем или спуст тоже смотрят в какую сторону. Изначально она называлась Мамонтовский спуст. Слева огромное поместье помещика Мамонтова находилось. Человек богатый, человек выдающийся. Но власть советского пришла, давая название, в том числе и меню. Мамонтовский спуст быстро поменяли на пролетарский спуст. Потом за голову схлотились и говорят, так что-то пролетарское спуст там-то может называться. Переименовали, теперь это пролетарский подъем. Если подруги, да, в другую сторону ехать, то спуст, он в подъем превращается. Ну и как бусинки на нитку, самые красивые объекты тут здания, здравницы начали появляться, конечно же, именно на проспект. И, товарища Сталина, где-то здесь сейчас право окна, будем сами смотреть. Тут видна площадь Искус, на заднем плане уже современные постройки. Вот большое крупное здание с колоннами. Вот правые окна, чуть вперед поглядывайте, фасад, колонны на фасаде, лепнины. Окошки самые разные. Левое, правое крыло симметрично друг к другу находятся. Тут же памятник можно с торца разглядеть. Это административное здание, вот отсюда когда-то городом Сочи управляли. Прекрасно самый сталинский ампир, такой дворец красивый на самом деле. Построили уже в 1938 году и отсюда приятные члены партии городом управляли. Ну а с 1979 года это уже художественный музей города Сочи. Ну таковым является и по сей день, если живопись любить и милости прошу. Но вообще вот это здание, площадь перед ним очень интересное место для того, чтобы просто погулять по сторонам, посмотреть. Там куча памятников, плюс один там расположен, альбе героев. Причем огромное количество всевозможных и природных памятников регионального федерального значения, и архитектурных памятников в том числе. Ну вот такой один из важных объектов, конечно, на проспект Неминь товарища Сталина. Но вот тогда и дорогу построили. И когда вот эта красота вся начала появляться с Дравницей, эти дворцы, и тот же Зимний театр мы сейчас с вами увидим. Тогда, соответственно, появились очень строгие права на дороге. Вот не дай бог Кумушка там в ситцевом халате, в Бигудях появлялась на проспекте Неминь товарища Сталина. Ее там замечали, выселяли жить в другой город, не поверите, в течение Пынухина. Ее гости знают, как правило, хорошо у нас. Если не все работы, то одну работу Веры Мухиной знают все. Называется «Рабочий и колхозница». В 1938 году только состоялась первая премьера. Постали опер Римского от Корсикова, которая называется «Царская невеста». Отгремела ее опера в конце 1938 года. Вызывают сюда такое забавное словосочетание «Знаменитый белорусский джаз-бенд». Вот при всей моей любви, там уважение Республики Беларусь, а мне оно меня с джаз-бендами никогда раньше не ассоциировалось. А тут 1938 год, конец «Знаменитый белорусский джаз-бенд». Приезжают, администраторы вводят на сцену «Зимнего театра», зал пустое. Ну, стоит джаз-бенд, с ансамбль, плечами пожимают. Администратор чинно важный, говорит, концерт играть. Ну, сказали, играть будем играть. И повезло, что старались. После последнего аккорда подходит опять администратор, говорит, хозяину понравилось. Только тогда поняли, что концерт давали для Иосифа Виссарионовича. У «Зимнего театра» и по сей день, но он сейчас скрыт, его не видно. Есть туннель, по которому ингогнитно можно попасть в сам театр. И ложи выполнены таким образом, чтобы человека сидящего там видно не было, по большому счету. Поэтому знаменитый белорусский джаз-бенд до последнего момента и не подразумевал. А они концерт этот, собственно говоря, дают. Вот такие вот дела. Такая история связана с нашим замечательным «Зимним театром» и с пребыванием здесь вождя в том числе. А здесь улица Старая у нас. Эта улица появилась еще во второй половине девятнадцатого века. Когда-то трасса эта называлась Новороссийская-Сухумская. Сейчас я все равно полюш дорога одна. Тогда и домики красивые именно здесь начали на рубеже веков появляться. Девятнадцатого, двадцатого. Посмотрите, где вот она. Вот вилла Светлана сейчас будет зелененькая такая, очень симпатичная. В девятьсот втором году построили, в честь поэмы Жуковского Светлана назвали. Тут же на рубеже веков с левой стороны, смотрите, появилась дача Валерии Барсовой, знаменитая оперная певица, старшая товарища, учительница Шаляпина. В гости приезжал, концерт они здесь для гостей давали. Ну, слева, отвлечемся, ресторан «Плакучая ила», фильм «Бриллиантовая рука» здесь снимался. Сейчас название, конечно, другое совсем у ресторана. Ну, и слева еще один красивый домик. Называется он «Дом доктора Павла». Один из первых докторов, которые, в случае, когда-то у нас здесь появились. Ну, и дальше еще и парк Дендрарий, ворота исторические. В тот же отступил лет 2020 года. До этого они не функционировали, много десятилетий, через них попасть нельзя было. Но чудо случилось летом, в конце лета 2020 года. У левого окна смотрите, и ворота 1891 года, красивые. С решеточками, со скульптурками, с украшением, с зелями, в том числе. Когда-то Дендрарий, конечно, территория частная. Основатель Сергей Николаевич Худеков. Здесь же прямо сейчас проедем. Ну, и с правой стороны такая заброшенная территория будет. Да это памятник труду и таланту тоже небезызвестного гражданина Сердюкова. Помните министра, который у нас был недавно, еще совсем Сердюкова, товарищ? Ну, вот в том плане, что Яна Фабрициевца разделить санаторию успели, а продать его не успели. С правой стороны, вот как раз тут территория, это просматривается, территория начинается. Это очень красиво, тоже мощная здравница. Ну, кому интересно, Ян Фабрициевц как раз и погиб тоже на территории города. Случайно, я катастрофа случилась здесь. И статью я читал, и видели как раз свидетели. На пляже кто купался, отдыхал, как самолетик взлетел. А раньше этот аэродром у нас находился, вот если она в Торисочек, если жидко, а внизу, ближе к реке Сочи, там заречный район, там Чхалов еще пролетал, тренировался аэродром этот, на пляже. И туда же вылетел самолет, он буквально чуть-чуть над морем пролетел, уже на разворот обратно к берегу авиакатастрофа произошла. Хотя опять-таки же информация попадала, что он как-то специально был подстроен, на самом деле, что они никак бы не убили этого самого баба Янца. И вот вернулись на проспекты Минтоварища Сталина, справа поворот на санаторий имени Фрунзе, с левой стороны санаторий Золотой Колос. В принципе, и Золотой Колос дравится, она создалась тоже в рамках генеральной стройки страны. Тогда, в 1935 году, назывался санаторий Наркомзема, санаторий Народного Комиссариата земледелия. Это здравница, ну, как и любая другая здравница, в принципе, на годы Великой Отечественной войны стала военным госпиталем. И здесь располагался госпиталь Черноморского военно-морского плота. А главным терапевтом Черноморского военно-морского плота был Александр Леонидович Мясняков. Слышали такую фамилию? Да, сейчас селедку по телевизору есть, там книжки рассказывать, какие прочитал про путешествия, а как все хорошо начиналось. Так вот тот, про который я вам сначала рассказал, Александр Леонидович Мясняков, это его родной детка. Имя, приняли отчество, все идентичный, главный терапевт Черноморского военно-морского плота. Ну и отмечился и неоднократно золотой полос подвигом всем трудовых гирургов и санитарок. А здесь же как раз вот Александр Леонидович Мясняков, главного распоряжения, об анализации ноги. Вот правило Черноморского военно-морского плота здесь операция проходила гирург Женевидзе. Иван Степанович Мясай, как мне так звали, как раз таки отмирал. Здесь выдающийся, там в рельеф красивый, санитаря золотой полос на стенке, до сих пор висит. А здесь же когда-то, ну чуть-чуть, ладно, отличаемся, и скончался Филипп Рубаха. Маленький, худенький снайпер, у 356 точных попаданий на счету от Филиппа Рубаха. Тоже снайпер Черноморского военно-морского плота на линии фронта Новороссийской, там все, он службу проходил. Вот, мы проедем чуть-чуть дальше. И интересно сдравница с точки зрения истории, сдравница на открытие, который там на банкете, присутствовал вождь, называется ЦВС Ворошилов. Ну, вот как раз таки там Халинин, Ворошилов, Паприциус, Плеяда, полковод Западна. Ну, рассказывал, что в 30-й город Сочи объявили генеральной стройкой страны. Эта идея такая понятная, простая, на самом деле, благодаря тому, что Мацеста благотворно на здоровье вождя сказался. И эта идея начала воплощаться, и первая стральница, которую сдавали в эксплуатацию, ну, понятно, что это центральный военный санаторий, как раз таки. Вот она, идея вождя стала такой осязаемой, ощутимой, она начала физически уже воплощаться в Русь. Ну, и, конечно, военачальники на банкете с Халином в том числе. Один из гостей, решив отличиться, встает и поднимает тост, и говорит, сегодня мы пьем за успехи товарища Сталина. Ну, это по запискам присутствующих. Вождь приподнялся, руку на плечо от достойчивого положил, тот сел обратно и сказал, нет, сегодня мы пьем за успехи товарища Миржан. Вот запомните, Мирон Иванович Миржана, это человек, который спроектировал, проект, который выиграл, но право на реализацию его построили здесь. С левой стороны ЦВС Порошилова находится, с левой же стороны замечательный куникулер здесь, который тоже всегда легко узнал. В основном, в рамках генстройки в 30-е годы таких куникулеров появилось два. Это с 1934 года существует, как раз таки, ну, и проектировали, построили харьковские инженеры. И вот так, 517 метров протяженности этой дороги, чуть больше 100 метров под землей под проспектом имени товарища Сталина. Суться так же, как и при задумке, от корпусов к берегу моря, от берега моря по мере необходимости обратно. Мирон Иванович Миржан устроил. Дальше следом, здесь находился второй такой куникулер. Вот здесь, с левой стороны, территория санатория имени Орджоникидзе. И вот тогда, когда это все строилось, народный комиссар тяжелой промышленности, партийная кличка Серго, фамилия Орджоникидзе, тоже сюда приезжал. Лично место выбиралось, чтобы его ведомство тяжелой промышленности не только самый красивый, дорогой, богатый санаторий был, но чтобы и место самое удачное в том числе было. Дошло до того, что Орджоникидзе пророчили первую линию возле берега моря. Эта здравница должна была стоять, чтобы архитектурным ансамблем на пляже лезть. Но Орджоникидзе видом захотелось, поэтому эту здравницу и санаторий построили уже на второй линии, на горке, чтобы вот хорошие красивые виды отбросили. Огромная территория, что Ворошилово там бесконечная, что Орджоникидзе бесконечная. Ну и знаете, по моему скромному мнению, Орджоникидзе это, наверное, самый красивый санаторий, который когда-либо вообще на территории города Сочи существовал. Эти мнения я тоже делюсь часто, собственно. Ну, коли что у меня микрофон, я мнением могу, соответственно, делиться. Вот такие вот дела. Тоже здравницы такие роскошные, здравницы очень мощные в рамках генстройки, которые были построены. И построили они были, по идее, Иосифовича Виссарианча Сен. А в чем-то идея заключалась, по его идее, все санатории корпуса, как дворцы для самых простых людей, с большими горшными парками, со всеми элементами садового парка искусства, бутвалии, водоны, клумбоскультуры и тому подобный элемент. Вот здесь опять вернемся чуть-чуть к Никитичу, про него-то и заговорил с самого начала. Вспомните фильм «Старик Хатабыч», да, старый, наверное, новый, там, который никто не видел, но не повезло. А старый версий, когда Волькас со стариком Хатабычем на ковре-самолете падали в большой красивый фонтан, кругы, там баханки, сатиры изображены, там все еще по кругу, дворцы шли где-то на заднем плане. Ну и Хатабыч, впечатлившись, спрашивал у пионера, кто богачи эти люди, которые в роскошном дворце в таком живут. Ну а пионер там ему не без гордости отвечал, что это не богачи, это люди, простые советские рабочие приезжают и отдыхают. Вот этот диалог как раз, ну понятная диалоги, да, пропаганда, да, это простые советские люди, рабочие приезжают в такой классе и отдыхают. Ну ничего плохого в этом по большому счету нет, но вот этот диалог наиболее понятный, удачный иллюстрации идеи, устроился. Остально вот в этих дворцах люди простые, советские рабочие приезжают и отдыхают, собственно говоря. Но, опять-таки, все во многом произошло благодаря Монсельству. Благодаря тому, что они действительно уникальны медицинские свойства, чем они только, собственно говоря, не лечат. Но, конечно, если бы не Иосиф Виссарионович ее посетит, то, ну, видишь, развитие такой город не получит. А что касается Сочи, это тоже идея простая. И вот вы услышите, что город Сочи, как город-курортный, это целиком и полностью детище проекта Иосифа Виссарионовича встать. Это его инициатива, это его контроль, как раз-таки. И так оно и было. И бывало, что приносили проект, перечеркиваю, так от края до края, не выше, четырех этажей, собственно говоря. На этом проект закрывался, его перебирали, заново создавали уже, ну и приносили следующую версию. И вот, проспектами товарищи сказали, что куча интересного, куча красивого. С левой стороны поворот уходит вниз на Мацеста. Тут же и построили третий мост на проспекте. Вот он, Мацестинский мост. По которому мы с вами сейчас едем, собственно говоря. Его как-то строили в 1936 году. Над как раз-таки Мацестинским ванным зданием. Там внизу слева есть первое Мацестинское ванное здание каменное, которое в 1918 году, в Астер, сейчас об этом попаял. Вот когда этот мост строили, перед проектировщиками поставили достаточно сложную задачу. Не должен был мост закрывать вид с долины на море. И вид с моря на долину тоже должен был сохраниться. Ну и справились блестяще. На тот момент не так все это просто было. Но вот используя такие тонкие, легкие, изящные, арочные, бетонные конструкции, и вид они все-таки сохранились. Вот такие вот дела произошли. Снова море на с правой стороны показалось. Ну и новый веток здесь уже курортный проспект заканчивается. Слева можно обратить внимание будет на долину реки Агуров. С долины реки Агуров, знаете, когда-то стартовали наши два первых туристических маршрута города Сочи. Это с одной стороны Орлиная скала. Сейчас туда тоже у нас ПСК осуществляется. Ну они, конечно, от погоды зависит. Там такая погода. Никто к Прометею туда, где он был когда-то прикован, не повезен. А второй маршрут, который вот с левой стороны, с долины реки Агуров, стартует, это уже подъем на гору, который называется Большой, 11 километров дороги. Такой серпантечик, ну он за 15 лет, а леваясь, там даже укачать не открывает. Ну и виды оттуда тоже роскошно открываются. Что с Орлиной скал возле памятника, посвященного прикованному памятению, виды роскошные, что, соответственно, там с колеса обозрения, где Большой год находится в скором числе. Ну а следующая остановка в Хостинге, в санатории, называется мыс Свитник. Хостинг, конечно, генстроика коснулась меньше, вот Хостинг, куда все там, что генстроика, что Олимпиады как-то все мимо проходит, в сторонке, в долинках были небольшие населенные пункты, собственно говоря, поэтому от этих бедрубаться токсинами не заприняем. Сейчас мы защищаем воздух, поэтому даже несмотря на то, что адрес Кираевки-Змеи находится, все равно самая теплая точка нашей страны, это озеро Городского теплого воздуха. Но из этой же каменной чаши еще и влажность повышена, из этой же каменной чашей ограничена земля, все застроены. Поэтому кафедры таких каких-то больших домов, особенно новых, современных камней не приемлем. За редкий вредный воскресенье. Продолжение следует...